Здравствуйте, уважаемые друзья! Тема стримеров Minnow бесконечна. Поэтому я хочу вам предложить вот на крючке таком, который соответствует моей величине, загибу, изготовить стример, который ловит хорошо судака. Пока этот стример недавно вернулся из экзотических мест, прошел там проверку морским нахлостом. Успешно ловит морскую рыбку. Я изготовлю его в варианте для наших широт. А вы уже в процессе изготовления увидите, как и что. Для себя можете изготавливать так, как вы захотите. Давайте приступим. Я взял крючок. В нижней части я отрезал кусочек кускового свинца и закрепил его с помощью клея и нитки. Если имеется у вас, допустим, вольфрамовая проволока или же, допустим, электроды, которые меньше, хотя бы двойка, потому что у меня, я лично использую обычные электроды, но меньше, чем у меня, вот тройки нет. Поэтому он здесь не подходит. Переворачиваю крючок. Работать мы будем в таком положении. Материалов понадобится нам немного. Практически они не будут у нас специфическими. Я беру небольшой пучок красного меха песца. Заменить его можно будет щепоткой пуховых перьев или же обозначить место плавничков и точку нашу атаки красным люрексом. Убираем подшерсток буквально по величине где-то, как ампулка. И теперь я стараюсь уложить мой пучочек меха так, чтобы он у меня лег, охватывая и слева, и справа одинаково, как бы поделив слегка пучок. Пока подхватили, чтобы была возможность у нас его откорректировать. Вот приблизительно в таком варианте нас будет устраивать. Вот такая хорошая кисточка. Добавим теперь клей и окончательно закрепим наш материал. Учитываем теперь тот факт, что нитка желательно, чтобы у нас была красная. Я пока эту нить оставляю здесь и возьму небольшой, вот у меня также есть монтажная нить, которую я для себя подготавливал. красной нити. Просто берем небольшой кусочек красной нашей нити. Можно люрексом. Как вам будет удобно. Можно даже, я сейчас вам покажу, но в принципе-то это один из вариантов. Можно даже изготовить и даббингом закрыть место. Но это при условии, если у вас позволяет вот этот загиб. Поэтому я продемонстрирую, а вы уже потом сами для себя выберите, какой для вас будет приемлем вариант крепления. Не забываем добавлять наш клей на нить. Совсем-совсем немножко, дабы скрыть место крепления нашей белой нити. И доходим с вами вот до примерно середины, там где закрепили свинец. и останавливаемся. Здесь мы теперь будем крепить все наши основные элементы. Как я уже говорил в начале, у нас все наши элементы будут находиться вот в таком положении, как традиционно изготавливается стримерами нов. Для изготовления можно использовать, как я уже показывал в одном из фильмов, и мех писца, и мех белохвостого оленя. Сейчас я вам покажу вариант изготовления, который использую я уже очень долго, и не требует больших каких-либо усилий материальных. Подбираем теперь. Совсем-совсем немножечко. Вот берем, я беру из набора немножко оранжевого, немножко зеленого и немножко белого. Сделаем пучок. Совсем-совсем немножко, по щепотке, буквально 5-7 волосков. Вот я подготовил примерно вот такой пучочек, как вам заметно. Не совсем даже подходящих волос, которые торчат немножко в разные стороны. Но в процессе рыбалки они у нас все будут стоять там, где им положено. И подготовим теперь. Подрежем аккуратно торец. Наших волосков. Я заранее подготовил вот такую кисточку люрекса, о котором я уже неоднократно вам рассказывал. Подобрал ее по длине и кончик я склеил лаком. И нам теперь, друзья, необходимо выполнить одну операцию. Так как здесь наш пучочек уже немножко перемешан, я беру вот так его слегка пальцем, разделяю и вставляю так, чтобы у меня совпали мои края люрекса и меха. То есть мы наш люрекс прячем в мех. Вот приблизительно должна выйти у нас вот такая конструкция. Еще раз подравниваем наши кончики, наносим клей на место крепления нашего меха и также наносим теперь на торец нашего пучка. И как я уже неоднократно вам рассказывал, стараемся держать в той плоскости, в которой мы с вами будем формировать крыло. Подхватили и теперь уже начиная от начала, где наши кончики у колечка и плавно, не сильно усердствуя, движемся теперь, не отпуская наш мех. Проматываем теперь у основания достаточно хорошо. И вот такая наша конструкция почти готова к работе. Теперь нам остается с вами только лишь выполнить головку и я приклею глазки. Вот, друзья мои, мы с вами приклеили глазки, которые сами изготовили, выполнили головку и вот такой стримерочек из семейства Минову, который с большим удовольствием любит наш судак. Готов. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...